Я очень далек от криптовалют, биткоинов, блокчейн, технологий, децентрализации. Для меня это как интернет 2000-е года. Но за последний год я за эти биткоины столько наслышался новостей, что непременно стало интересно. Все знают, что стоимость биткоина то растет на несколько тысяч долларов в день, то падает. И кто-то да и зарабатывает на этом неплохие деньги. Если вы не хотите во всем разбираться, в принципе как и я, то могу вам порекомендовать команду Start.com. Она позволяет зарабатывать на современных технологиях, не переводя деньги в саму криптовалюту. Вся подробная информация на сайте. Ссылочку я оставил в описании. Всем привет, дорогие друзья! Я рад быть сегодня здесь на связи, в этот замечательный вечер. Только что закончился наш гениальный большой концерт в Таллине. Спасибо всем нашим людям, кто ЦСКА чем-то был. Об этом чуть позже скажу. Подписывайтесь на Team CSKA в инстаграме. Все, кто болеет за ЦСКА. Дорогие друзья, я больше, чем вышел в эфир. Я хотел еще раз поблагодарить всех, кто сегодня был на концерте в Таллине. Подробный отчет о том, что происходило на концерте, вы можете увидеть чуть позже у меня в инстаграме. Вы знаете, что мы постоянно придумываем какие-то новые форматы. И постоянно пытаемся что-то новое такое устраивать, находить и придумывать. И мы ничего нового не придумали. Мы придумали взять формат разговора и превратить все это в шоу. Так что теперь будет выходить шоу «Газлайф». Вот я читаю прямо на нашей афишке маленькой. Ведущие Баста и Киевстонер. Что такое шоу «Газлайф»? Вы знаете, по себе сужу. Иногда вот смотрю на какого-то человека, на большого известного человека, такого громадного. И в корне с ним в чем-то не согласен. И в голове думаешь, или с кем-то сидишь, смотришь там интервью, фильм какой-то, игру, я не знаю, все что угодно. Хочешь сказать, вот я бы тебя увидел, да, и задал бы тебе вопрос, и спросил бы тебя о чем-то. Вот Баста, я бы тебя просто ненавижу, да. И ты вот такой сякой, рассякой, и хотел бы задать тебе вопрос. Почему он такой плохой? Или почему он так много жарешь? Или почему он такой толстяк? Почему он такой тупой? Ну, не знаю, какой любой вопрос, который вы хотели бы задать. И мы решили сделать следующее. Все наше шоу построить на тех вопросах, которые вы будете задавать нашим гостям. Эти вопросы не будут отбираться в плане цензуры или форматов. Цензура и формат будет отсутствовать в нашем шоу «Газлайф». Вы можете задавать любые вопросы. Мы выберем, ну, пожалуй, самые страшные, самые жесткие, самые тяжелые вопросы, которые, в принципе, сам бы я задать не мог. Потому что где-то симпатичный мне гость в нашей программе, где-то они старше меня, где-то неловко было бы лично задавать. Я всю ответственность за эти опасные, сложные, дерзкие, тяжелые вопросы переложу на вас, на наших зрителей и читателей. Так что вы можете, пройдя по ссылке в моем посте о «Газлайф», найти, где можно задавать свои вопросы. Их можно обязательно задавать неформатно. Чем вопрос будет острее, опаснее и, на ваш взгляд, сможет завести нашего гостя в тупик и поставить его в неловкое положение, тем больше у него шансов оказаться, стать заданным. Поэтому всем добро пожаловать. Мой напарник и ведущий, соведущий в этом замечательном шоу «Газлайф» будет Киев Стоунер. Это треткий фендиклер из Киева, с которым мы много о чем уже говорили и много о чем еще поговорим, поболтаем с нашими гостями, с нашими друзьями, которые будут приходить к нам в программу. Так что смотрите наше шоу «Газлайф». Первый гость нашей программы, великий, как сказать, кто мне пишет? Это он мне пишет. Юра Дудь пишет мне. Первый гость нашей программы будет Юра Дудь. Великий, замечательный, веселый, громкий, неугомонный, сложный, конфликтный, деструктивный, забавный. К сожалению, фанат группы «Таракана», вот он будет у нас в гостях. И мы будем задавать ему ваши вопросы. Юра, я очень рад, что ты спустился с Олимпа и все-таки соизволил прямо-нибудь участие в «Газлайф». Спасибо, что ты помогаешь нам быть престижными. И первая программа уходит именно с тобой. За это тебя ценим, завидуем тебе, твоему уровню в твоей программе. И хотим, естественно, хайпамуть на том идолопоклонском служении, которое сформировалось в твоем отношении у зрителей и посетителей твоих программ в формате просмотров. Так что задавайте свои вопросы Юре Дудьу, обязательно пишите их. И чем, не знаю, чем абсурднее, опаснее, сложнее, круче будет ваш вопрос, тем больше у него шансов оказаться быть заданным непосредственно Юру, Юре Дудьу. Все, вот такие вот дела. Послезавтра напоминаю, что наш тур при Балтийске закончится, большим концертом в Вильнюсе я всех наших людей приглашаю. Приходите. Все, всех обнимаю. И, мне кажется, нужно понимать, что Юрий будет там Дудь. Все, обнимаю. Все, это вчера. Аплодисменты. Все, все. –Аплодисменты.